Словацкий курорт Бурдаёв около 800 лет использует с лечебно-здоровительной целью. Как вы понимаете, такая история говорит о том, что местные природные факторы таки реально приносят здоровье человеку. Когда вчера была презентация, местный доктор рассказывал о возможностях своего курорта. У него была легкая такая горчинка в голосе, потому что курорт на сегодняшний момент, как я понимаю, третий по мощности в Словакии, но стремится стать первым. И это делают не врачи, собственно, врачи курорта делают, они дают хороший результат. И люди хотят сюда ехать. Хотя часть людей проплачивают страховые компании, вот они начинают быть тормозом в этом вопросе. Они пытаются тормозить, потому что слишком много людей хотят оздоравливаться в этом месте. Ну, основные природные факторы – это горестая местность, промышленности не видно. Смешанные леса, как вы понимаете, такие леса подходят практически под любую группу заболеваний. Местные природные факторы не ограничиваются этим. 8 источников минеральной воды, 9 источник бьет в ближайшем магазине, называется Сливовица. Ну, это так, это уже в плане отдыха в свободное от процедуры время, потому что, по большому счету, спектр процедур достаточно разнообразный. Есть просто ванны с обычной водой, используется обычная, скажем так, просто чистая вода. Часть ванн используются, в них минеральные воды. Их, как я уже сказал, 8, причем минерализация от 1500 до 9000 мг на литр. То есть спектр достаточно широкий. И разобраться в этом непростом вопросе достаточно сложно. Просто на вкус попробовал, нравится, не нравится, это все здорово. Но минеральный состав такой, он нагружает, во-первых, пищеварительную систему. Находясь, попадая в кровь, нагружает сердечно-сосудистую систему. Ну и удаляясь из вашего организма, нагружает работу как минимум почек, как максимум тот же кишечник. Легкие нагружаются, кожа. И, по большому счету, вот таким вот богатым минеральным составом важно уметь управлять. Ну, доктор, которая вчера нам делала презентацию, имеет достаточно серьезную нагрузку и мечтает, с ее слов, о том, когда же наступят рождественские праздники. Я ее прекрасно понимаю, вчера была презентация у нас, сегодня она только сегодня ушла утром отдохнуть домой, а в понедельник ее ждет новый поток пациентов. В понедельник в санаторий на этот курорт приезжает 180 новых людей, которые собираются лечиться. Смотрите, нагрузочка на доктора, распределить 180 человек, каждому из них назначить тот курс лечения, который нужен. Я понимаю, что есть формализованные схемы под те или иные группы заболеваний, но формализовать схему лечения под все 30 тысяч известных на сегодня заболеваний достаточно сложно. И доктору сложно сориентироваться, я думаю, полноценно в этом вопросе. Поэтому было бы здорово, если бы человек ехал на курорт, имея определенное представление о нем, имея представление о тех водах, которые есть, и как их правильно использовать. Потому что воды какие-то можно пить до еды, какие-то пить после еды. Воды есть 8 вод, но их реально 16, потому что вода идет как в холодном виде, так и в горячем. Вернее, как в горячем, так и в охлажденном. То есть, считайте, не 8, а уже 16 видов воды. И всем этим многообразием нужно уметь управлять. Кроме того, что здесь громадный физиотерапевтический фактический центр, где есть и водолечение, и электролечение, и магнитолечение, и массажи разнообразные. То есть, все это входит, что-то из этого входит в путевку. Что-то вы можете приобрести за дополнительные деньги. Тут уже вопрос зависит от человека, насколько вы можете осилить все эти факторы неэкономически. Вся экономика, я не могу сказать, что самый дорогой курорт. Вот, путевка в среднем стоит 65 евро в сутки с человека. Ну, есть эконом варианты порядка 40 евро. Потому что, ну, за моей спиной вы видите центральный вход в старинное здание гостиницы Астория. На часах, часы идут в нем по своему ритму. Ну, если вы посмотрите сейчас, полчетвертого, реально, на моих часах только полодиннадцатого. Ну, бог с ними, с часами. Здание великолепное. Рядочком есть более современные здания гостиницы Озон. Вместе они единовременно вмещают 900 человек. И это основная пропускная способность курорта круглогодично. Вокруг, как сателлиты, масса небольших гостиниц и вилл. То есть, может быть и семейное размещение, можно и разместиться в менее емкой гостинице. Но только эти две основные гостиницы с лечебным корпусом соединены переходами. То есть, в любое время года, в любое время дня и ночи, вы, не выходя на улицу, можете посетить любого доктора. Получить любую процедуру, кроме одной. Кроме водолечебника. Водолечебница находится за пределами. Фактически, вот она, тут рядышком. Ну, это не нужно никуда ехать. Вот, фактически, водолечебница, вот так вот она представлена. Вот там вот те 16 видов минеральной воды, которые есть на этом курорте. Проблем особых нет. В принципе, все находится рядышком. Погода сегодня прекрасная. Плюс 5. Плюс 5 не чувствуется. Чувствуется теплее. Ветра нет. На небе, ну, такая небольшая облачность. Но не давящая. Небольшая, по всей видимости, влажность. То есть, природные факторы, в принципе, очень хорошие. И если вы способны выдержать те процедуры, которые вам тут будут назначены, без проблем. Ну, конечно, лучше бы, учитывая то, что физиотерапические процедуры часто способствуют развитию, так называемых, бальнойологических реакций. То есть, что получается? Когда вы из одних условий переходите резко в другие условия, меняются условия кровообращения в вашем организме. Меняется снабжение разных органов и тканей кровью и питательными веществами. И вот на эту ситуацию, на эту перемену ваш организм может среагировать. Именно поэтому я бы советовал санаторно-курортное лечение. Лечение на курорте вкладывая в понятие под названием здоровый образ жизни. В котором вы подготовите свой организм, обеспечив ему правильное питание, правильный режим труда и отдыха, правильное восстановление. Может быть, фармакологическую или фитотерапевтическую поддержку вашего организма, в зависимости от того комплекса заболеваний, который вы имеете. Приехав на курорт, можно более интенсивно использовать различные природные факторы в перераспределении крови в вашем организме и в питании, в работоспособности различных органов и систем. К сожалению, как и на многих курортах, основная масса людей имеют диетическое питание под названием «шведский стол». То есть, фактически, человек волен в выборе продуктов питания для своего здоровья. Если вы свои знания по диетологии, перед тем, как приехать на курорт, не пополнили, не изменили свое отношение к продуктам питания, а соответственно к своему организму, то вам сложно выходить из того набора заболеваний, который чаще всего человек имеет. Человек в возрасте после 30 лет, как правило, каждые 5 лет приобретает 3-4 новых заболевания. Если вы не знаете еще всего перечня заболеваний, то это говорит просто о том, что вы просто плохо обследовали. Кстати, на этом курорте входит и обследование. Вы можете несколько дней уделить своему организму, обследоваться и более целенаправленно проводить те лечебные процедуры, которые можно получить здесь, ну или оздоравливаться в домашних условиях. Как вы понимаете, находясь на курорте несколько недель, вы можете поправить, можете изменить свое здоровье, но все-таки к здоровью нужно относиться. Редкий автомобиль уехал, вообще тут очень тихо, машины чаще всего стоят, потому что их используют два раза, один раз приехать, другой раз уехать, вот от водолечебницы отъехал автомобиль, ну вот, воздух очень чистый, он воздух не испортил, то есть природные факторы, природная среда не пострадала, и это прекрасно. А к своему здоровью нужно относиться, в принципе, не неделю хорошо, не две хорошо, не месяц, а на протяжении всей жизни. Ведь жить-то вы хотите не годы, а десятилетия, а может быть даже и столетний рубеж перешагнуть. Поэтому для этого очень важно понимать, важно знать, как использовать те разнообразные природные факторы, к которым относятся и питье, различных вод, напитков, и употребление пищи, и вдыхание свежего горного воздуха, и использование других природных факторов. Тут можно очень хороший теренкур устроить, потому что такая вот складчатая местность позволяет возможность потренировать кардиореспираторную систему очень даже хорошо. Кстати, гипертоническая болезнь очень хорошо лечится на курорте, потому что стрессов здесь нет. Тут тихо, спокойно, все хорошо, если вы не создадите в своей системе питания дополнительный пищевой стресс к сердцу и сосудам. Все прекрасно, все состоится. На курорте, кстати, лечат практически, ну, все, я бы сказал. Все группы заболеваний, которые на сегодняшний день известны, все на курорте на этом лечатся, и начиная с трехлетнего возраста. То есть, достаточно большой диапазон для людей, возможностей по оздоровлению своего организма. Думаю, что я основные моменты, связанные с этим курортом, сказал. Смотрите другие видео на моем канале, там есть еще несколько видео по характеристике различных курортов, которые доступны вам, которые вы можете использовать для своего оздоровления. Ну, а с привычными подписчикам моего канала Словани, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, я подумаю, какое еще видео написать на эту тему. А вы пока не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Возможно, поставить лайк на это видео, если оно вам понравилось. Написать свои отзывы в комментариях, не вопрос. Я думаю, что курорт Бурдыев, он достоин того, чтобы его посетить, получить его оздоровительные факторы, применить к себе, получить больше здоровья и уехать домой для того, чтобы использовать приобретенное здоровье, разумное, рациональное использование. В той деятельности, которую вы совершаете. До новых встреч на моем канале. До новых встреч на моем канале.